к тому, какой резонанс вызвал этот фильм, как раз у взрослых людей. Там обострились и родительские комитеты, и какие-то депутаты, защита кого-то от чего-то. Две полярные точки зрения, что это обязательно нужно показывать. Вот смотрите, как это кроваво, жестоко, и никакой романтизации в этом нет. Наоборот, что ты думаешь? Это романтизация насилия или это исторический какой-то эпос, или это, наоборот, назидание? Как не нужно делать твои отношения? Я считаю, что здесь есть момент исторического, и как раз-таки назидание. Это кино для взрослых людей, и кто вот начал говорить нехорошо про него, просто люди, знаешь, наверное, мыслят по-разному. И жизнь их, к сожалению, тяжёлая. Здесь вот, как я уже сказала, про то, как не надо, и чтобы умным людям поспасить зерно, а хорошо бы мне посмотреть на своего ребёнка. И не гнаться за деньгами. Да, мы, конечно, не можем без них жить, у нас мир такой. Но пусть, как я уже говорила, немного, но качественно мы уделяем время. Не нужно, конечно, там, в 14-15 лет, мы уже настолько не нужны своим детям, чтобы, знаешь, их укачивать. Я здесь на съёмках, у меня ребёнок один там на хозяйстве. Понимаешь? Ну да, абсолютно. Но он знает, что ты его мама, он знает, что всегда ты придёшь на помощь. Он знает, что в любой ситуации можно положиться. Вот есть человек близкий, родной, просто. А сериалы показывают о брошенных детях. О брошенных детях, и тут, наверное, ещё как бы такой нюанс. Надо подумать, почему эти несчастные родители, им так приходилось жить. Не то же, ведь не просто так. И сейчас, возможно, много таких семей, которым приходится выживать, и дети брошены. Это вопрос уже, знаешь, наверное, в другое русло. Да, и это вопрос к нам, ко всем, ко взрослым, что у тебя в семье. Вот на момент записи этого интервью, сегодня выходит седьмая серия, вот мы все её ждём, но шестая серия, там такой как будто бы открытый финал, героиня Ани Пересильта выходит на балкон, и ой, не думай. Да, я тоже. Но у нас бросятся с этого балкона, это совершенно понятно. Но там же сцена перед этим с мамой, когда она приходит, и когда вот тут всё решается. Я не могу тоже! Когда вот тут всё решается, вот она ей вот так этот суп подаст, или она её обнимет и скажет, что бы ни было, я всегда с тобой. И вот для меня это самым, кстати, сложным моментом было про отношение к женщинам. Вот мы с ребёнком всё проговаривали из того, что видели в сериале, но вот этот момент изнасилования, и когда теперь ты не имеешь права с этой девочкой ходить, иначе ты всех нас опозоришь. Это, конечно, сложно, да, современному человеку, не состоящему ни в какой банде, осмыслить и осилить. И потом родители не принимают от того, что мы все друг друга не принимаем, и некому поплакаться, обратиться, всё. Брошенные дети. Поэтому тут моё мнение с твоим абсолютно совпадает, что это назидательный урок для нас всех. Но другое дело, что детям не запретишь смотреть, и как раз противники сериала говорят о том,